Всем привет! И сегодня у меня на обзоре наушники с активным шумоподавлением от компании Xiaomi под названием Mi Noise Cancelling Earphones. Наушники выпускаются в черном цвете, имеют стандартный 3,5 мм разъем для подключения и стоят в районе 50-60 долларов. Наушники поставляются в прозрачной пластиковой коробке. На передней стороне через прозрачное окошко виден бокс с наушниками, ниже иконка Hi-Res Audio и название наушников на китайском и английском языках. На обратной стороне располагаются технические характеристики, также на китайском и английском языках. Ниже штрих-код, название наушников на английском, а также цвет модели. Откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри имеется бокс с наушниками, инструкция, а также мешочек для хранения и переноски наушников. Вот так выглядит бокс с наушниками. Вот так выглядит инструкция. Помимо китайского языка, инструкция также содержит английский. Вот так выглядит мешочек для хранения и переноски наушников. Внутри пластикового бокса, помимо плотно упакованных наушников, имеется комплект сменных амбушюр XS, S и L размеров. Средние амбушюры уже установлены на наушниках. Сами наушники выполнены из металла, имеют позолоченный штекер Г-образной формы. Кабель длиной 1,35 мм изготовлен из полимерного материала с одной стороны и покрыт нейлоновой оплеткой с другой. На кабеле правого наушника расположен микрофон гарнитуры. Центральным звеном устройства является блок управления. Хотя в нем и располагается литий-ионный аккумулятор на 55 мАч, блок имеет легкий вес, а для удобства на обратной стороне располагается клипса для крепления к одежде. На передней стороне блока располагаются три мультимедийных клавиши для регулировки уровня громкости, управления плеером, а также входящим звонком. Для iOS-устройств регулировка уровня громкости, к сожалению, не работает. Помимо мультимедийных клавиш в блоке также имеется трехпозиционный переключатель режимов работы шумоподавления. Первый режим без шумоподавления, режим 2 слабое шумоподавление и третий режим максимальное шумоподавление. В режиме максимального шумоподавления наушники способны проработать до 12 часов. Зарядка аккумулятора осуществляется через microUSB разъем под пластиковой заглушкой. Время зарядки от 0 до 100% составляет 2 часа. Вот так блок управления выглядит в сравнении с блоком управления наушников от компании Creative. Форма самих наушников схожа с формой наушников модели Mi Ener Headphones Pro HD. При одинаковой длине и высоте наушники с шумоподавлением имеют более широкий корпус и ножку. Из других отличий форма звукового канала под амбушюром обладает необычной эллиптической формой. Также наушники с шумоподавлением имеют 3 отверстия вместо 2 в Pro HD. Два располагаются на корпусе и одно на ножке. Для оценки звучания наушников также воспользуемся сравнением с Mi Ener Headphones Pro HD. Тем более, что наушники, судя по описанию, обладают схожими техническими характеристиками. Тестирование будем проводить на iPod Touch 5 поколения. Шумоподавление во время тестирования переведено в выключенный режим. Итак, по результатам тестирования прежде всего хотелось бы отметить прекрасную посадку наушников в ушах. Обладая широким корпусом, наушники держатся в ухе не хуже Pro HD модели, а для больших ушей, думаю, будут даже предпочтительнее. Что касается звука. Наушники обладают специфическим бархатным звучанием со смещением в область низких частот. По уровню баса наушники превосходят не только Pro HD модель, но и все тестированные наушники от компании Xiaomi. Что касается средних и низких частот, то здесь наушники звучат менее выразительно и ощутимо тише, чем в Pro HD модели. Детализированность звучания при этом остается на более-менее хорошем уровне. Влияет ли функция шумоподавления на качество звучания наушников? По моим ощущениям, если такое влияние и есть, то оно очень незначительное. Настолько, что при тестировании наушников я его просто не заметил. Что касается качества шумоподавления, то наушники способны эффективно гасить шум в диапазоне от 50 до 1500 Гц с силой минус 20 дБ. Таким образом, эффективность шумоподавления в метро будет находиться на максимальном уровне, в то время как высокочастотный шум наушники способны гасить с меньшей эффективностью. Итак, подводя итоги, хочется отметить, что наушники получились не только красивыми и удобными, но и функциональными. Данные наушники я бы рекомендовал людям, которые часто слушают музыку в местах с повышенным уровнем шума, например, метро. Также наушники понравятся людям, которые любят сочное бархатистое звучание с высоким уровнем низких частот. Тем же, кто любит максимально детализированное звучание, или тем, кто не готов переплачивать деньги за лишний функционал, я бы рекомендовал наушники Mi NR Headphones Pro HD. Ну что же, это был обзор наушников с активным шумоподавлением от компании Xiaomi. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!